ну что зритель привет начнем наше поедание у меня тут мясо свиное оно почти сутки мариновалось в соевом соусе а еще кошка по борту и белом вине потом я туда зафигачила черный кмин черный кунжут розмарин а соли я не добавила и она у меня целый час на 190 градусов а еще лука туда положила целую луковицу красного лука порезанную целый час на 190 градусов она у в пакете для выпечки и распекания у меня тут есть бульончик от него с луком ну это это то что из мяса вышло и целая мисочка салатика мелко порубленного в измельчителе морковка чесночок грецкий орех сметана соль розовая а еще кошка которая если не дать мясо то свернет камеру и сама стрибрет это мясо нет что-то телефон тут светился напоминание из приложения это просто хапчик на камеру я на монтажке поняла что чем дальше камера споить на маленьком штативчике тем удобнее ну как бы это я и на другую там штатив когда на другую камеру пишу тоже разное положение смотрю методом проб и ошибок но такой мягко кстати я поняла что наверное когда больше 12 часов мясо отмокают в вине и сыром соуса намного мягче бывают чем вот то которое до этого делала в красного не 5 часов мокла почему-то была белая это розовая может это два разных куска ну в смысле от одного куска 2 разных части мяса белая была в красном вине в белом вине но розовая там короче на камере можно настроить микрофон только вот слаб нужно на телефон подключать а я чувствуя никак не да не сподоблюсь кошка у меня тут есть немножко лука интересно ты будешь лук есть ты не переживай зритель потом этот пол подметается и моется то есть лишь бы это было пропитанным ароматом мяса шари а так пофиг мясо это или нет я его порезала изначально не он так мягко резалась по ходу делай правду чем дольше вымачиваешь мясо чем он вкуснее мы свалили мы съели лук и свалили может быть на есть но она где-то одну четвертую куска мяса сожила в общей сложности еще до того я включила камеру на поесть я еще пришла к выводу что если мясо дофига черный то это дофига так вкусно по запаху даже если мясо при этом не такое на ворсинки разъявляющиеся как у меня до этого было реально от одного куска мяса на две части было располовенено мной в одном было чуть побольше жира на другом чуть побольше красного мяса вот часть красного мяса почему-то сварилась ну в смысле запеклось и стала белым мясом а другая часть вот такая мы идем обратно на попрошайка ну чего у меня как бы был чеснок но когда было обыстрение то чеснок жрать нельзя было а тут я была в гостях и они мне рассказывали что у них было на новогодний стол и что из этого съелась и что осталось я пошла по кругу подошла к мясу напрямую то подойти не судьба на них типа того что салат морковь чеснок есть орехи но они с майонезом делают для майонеза не я его и тупо нет я с посолны с растительным маслом каким-нибудь так тут не до конца разрезалась у меня конечно есть ножик тут по-моему жирок немножко все же есть возле части мяса кошка ты как бездомная брюха на 900 грамм сырого мяса вышло у меня тогда на 311 рублей с копейками я думаю что я располовину этот кусок мяса и мне его на 2 раза хватит может быть просто я есть хотела но потому что он еще и вкусный такой мягкий мягкий вышел не вздумай мне сейчас на стол прыгать кушка мне сейчас попалось очень много семян с одной стороны так вот похоже делаю этот кусок мяса сейчас так один и зафигачу кошка почему твоя волосина в салате делает я вроде его специально ставила так чтоб ты не достала его ну и вот у меня есть как бы чеснок есть морковь английский орех еще купила я подумала что можно в принципе делать какой-нибудь салат из того что пока что есть у нас не холодно просто мне слегка холодно хотя на улице у нас сегодня было минут 25 днем у меня сегодня человек один загрузил такой темой всегда была прошла и начинаю что-то замечать что что-то делаю левой рукой это можно ли вдруг внезапно стать исправши в левшой я не знаю наверно я рисовать могу если на такую-нибудь там мольберде правой рукой хотя я левша ты главное ешь на полу не на стол прыгать я согласна с тобой мясом делится у меня сейчас запекалась на 190 градусов вверх плюс низ плюс конвекция а потом еще где-то полчаса просто уже стояла в оставающейся духовке мало посолила может бульончик помогать я как бы но стояла в пиалке такой это мясо это было там соевый соус и вот это белое вино а я потом его достала оттуда а жидко смирила нафиг и это уже отмоченное мясо положила в пакет для выпечки а поверх уже вот этот розмарин а еще мускатный орех у меня был щепоточка и смесь молотых перцев тоже щепоточкой чуть-чуть совсем я эту работу не подмывалась запилить этот стрим. Ну, ну, хрен знает. Кто-то работает, уже кто-то ещё нет. Хотя сегодня вроде пятница, хрен знает. Ну, я могу знать. Да, сегодня пятница. Можно было запилить какой-нибудь чайный стрим. Кусочек мяса упал. Прям с вилки. Ну, мы наелись, видимо, всё-таки, а совсем наелись, потому что свалила. Я, как обычно, ни черта не вижу саму себя в мониторе. В камере. Интересно, если телефон навести и через телефон посмотреть, видно будет или нет. Вот, я даже фонарь сейчас включу. Эй. Ты же меня же видишь, да, камера? Наверное, фонарь просто светит, поэтому... Ну да, я примерно так очертания вижу, что я вроде как должна быть в кадре. Я протестила, сначала включила на том расстоянии, где я стояла, поставила, чисто пару секунд записала, чтобы понять, как влезаю или не влезаю. Ну, лучше я забыла, как я вчера ставила, на какое расстояние. Последний раз уже потом. Мясо подостыло немножко. Немножко, наверное, все-таки останься, а потом на Кроволоске его разогрею. Мне тут подогнали домашнего сладкого вина из ягод. Там смородина красная, смородина черная, этот самый кружевник, а я же как бы вино-то... Ладно бы чая подогнали. Еще понятно. Я вот думаю, интересно, из домашних... Из вина из домашних ягод можно его мясо таким вином заливать или нет? Заливаю же мясо обычно виноградным вином, да? Мариноватимусы. А если мясо кладут мед, соевый соус или просто мед, да? А вино при этом сладкое, то, наверное, можно и таким домашним вином заливать мясо. Короче, надо попробовать как-нибудь. Просто когда я в первую жизнь делала мясо свиное с этим самым медом, я думала, что будет чувствоваться этот вкус меда, будет очень сладко. А на самом деле было просто очень вкусно, и мягкое мясо никакого меда не ощущалось. А вот кусочек ещё тёпленький. Тут жиренько. Обалденно вышло. Надо будет как-нибудь ещё купить. Вином каким-нибудь залить, соевым соусом сдобрить и почти сутки вымачивать. И вкус лука не чувствуется, но за счёт того, что он вместе с луком делался, он ещё сочнее получается, походу. лук-головка. Уже какая-то жиренько. Вообще, если хотите стрим, на котором я буду хомячить мясо, дайте знать в комментариях. Я, может, как-нибудь приготовлю мясо, порежу вот так красиво, положу на тарелочку и с комнаты похомячу. Кампа. Не жри, Ёля, всё мясо оставь немножко. Хочется сказать кошке, хе-хе-хе, так немножко, но потом. Ну и кошки тоже. Хотя кошка сожрала больше, чем нужно. Только не жрут кошки. Это много? За деньгасно. Скулакная, потому что пока я резала, она везде была практически, эта кошка. Если не давала, то прыгала на стол чуть ли не мордой в тарелку. Легче было дать, чем не дать. Можешь сказать, мясо, я вернулся, я снова тебя ем. Но пока без этих, без острых специй. Наверное, какой-то супер острый перец. Смесь, ну тоже молотая, смесь четырёх перцев молотая и острый перец кусочком. Ещё то масло, которое я делаю, чесноком, чем острым перцем, которое с сада. Так вот, тот-то-то перец я пока не буду есть, листовать. Я даже специи карри пока не использую. У меня ночью тоже подоцел. Короче, это микроволновку уберу. Шапку я кто не добрался и не сожрал. На бурёна надо что-то соорудить. Я просто из пагеда вылила сюда этот бурё и мясо вместе с ним. А потом достало мясо. Тут лукой он плавает. Немножко этих чёрного тмина и чёрного куджута. На самом деле мне не понравился чёрный куджута. Я его как-то купила как специю. Он долький, я его не поняла. Но раз уж и он есть, то я его по чуть-чуть иногда в мясо кидаю. что-то я как-то правда дофига на мяковь делала. Ещё и завтра буду есть. Ночью было минус 27, как мне говорили. Ну, что будет. А я в кастрюшке суп-пюре кабачков и вчерашний поставила на балкон. Сегодня приходит ко мне подружка и думаю, сейчас я разогрею этот суп, мы с ней пойдем. А он заледенел. Ну, в итоге он у меня грелся-огрелся, я его просто покрыла крышкой. То, что жиденькая уже отогрелась, а то, что внутри вот эта не жиденькая лединка, думаю, ну, может сам как-нибудь дойдет. И в итоге мы с ней ели картошку. С сыром. Ларец. Нет, ламбер это был. Можно было бы как бы сказать, ой, слушай, у меня столько дел, давайте сегодня не приходим. Она мне вчера написала, я же эту флешку восстанавливала, там, монтаж делала с ноутбука, еще что-то. Пару серии анимеском посмотрела. Телефон был где-то там. Ватсап я увидела только утром, после того, как пришла смс-ку, типа, что у тебя с Ватсапом он умер? Ну, в смысле, не работает, что ли? Думаю, что с Ватсапом? А он оповещение, которое я даже не видела, что-то новое сообщение. Может, оно пришло, я так смахнула рукой. Ну, и, короче, я думаю, блин, я так хочу Чокопай купить, сходить в магнит. А что-то как-то лень. Я думаю, а что тут на два стула одной жопой. Мне, когда спрашивают, что к чаю принести? Я говорю, возьми Чокопай. А как он выглядит? Нашла в сети и фотку. Какая-то, она его есть ела, а у покупочки не видела никогда. Мне принесли к чаю Чокопай, она поела, я поела. И всем счастья. И пообщались заодно. И прогулялись, а потом. Сейчас я, наверное, на паузу нажму. Кстати, она такая лапочка, на нее можно нажать на паузу, а потом заново. Но я еще не все функции изучила, поэтому как бы это, не всегда у меня получается нажать на паузу. Удобнее, конечно, с телефона, когда этот телефон дополнительным экраном. Но сейчас у меня я узнала, действительно, Аня, привет, оп, это вот та самая место, город оп и река оп, рядом, я еще по карте глянула, и по приложению почты, она рядом реально с Новосибирском, а еще от Ани я узнала, что в Новосибирске оказывается таможенный пункт товаров из Китая. Так вот, эта фигня, она только еще передана в доставку, которая крепит, крепится на штатив, и при этом в нее можно ставить камеру и телефон, с которым управляешь с камерой, и будет всем счастье. Вот когда придет, тогда поставлю, будет удобно. Ладно, надо закругляться, и у меня там и чай горячий, надо только его что-то заварить. Потому что у меня там есть зеленая, я не знаю, суртуин или нет. И снова я тут. У меня тут тот самый чай-контата из распаковки СМР. Я сейчас лапки помажу, а то что на меня как-то этот... Там холодно, я сегодня большую часть на улице была без рукавичек, потому что выносила мусор, и неудобно было в рукавичках держать пакеты мусорные. Потом, когда одела, мне все-таки были уже приличное время на улице. Сажусь к мысли, что я страдаю без того крема, который самопальный у меня был. Но с другой стороны, как бы есть еще всякие другие крема. И у меня там есть такой же, только с гиалуронкой. Я думаю, можно достать, открыть гиалуроновый крем и пока им малоть. Может он более такой впитывающий. Ну как бы просто даже для сравнения. Подружке сегодня говорю, хочешь руки помазать? Крем пахнет розой. Так вот, у меня тут есть вилочка, у меня тут есть чернослив. У меня тут есть аж три чакопайки. И чай зеленый, когда-то светает, восход что ли он там назывался, с клубничкой, или зерняничкой, от подключки, что-то светает. У меня где-то есть микрофон, который я покупала для АСМР-ного мунбанга. Но он фонил, а есть рядом телефон. Ну, к этой камере присобачивать еще одну штуку, чтобы подключить этот микрофон. Ну, эта штука стоит около шести с лишним тысяч. У меня сейчас пока нет столько денег. Поэтому, если только на Sony писать с тем микрофоном и убирать попутно телефон, чтобы не управлять с телефона, короче говоря, тогда вот вот АСМР-ного мунбанга. Потому что, ну, прямо вот так вот АСМР-ного тут, мне кажется, скрипела. Мне сегодня объяснили, что от меня хотели по поводу визуальных триггеров, что ли. Я поняла, что я морально пока не готова к этому гладить руками камеру. Если однажды я до этого созрели, может быть, это было спонтанно, тогда будет вам счастье. Но если вам этого хочется очень сильно, вы можете подписаться на пусте на АСМР-200 рублей месяц. Будет вам счастье и мне заодно. Потому что АСМР будут пораньше выходить, почаще. А может и просто кинуть меня донатом. Оно где-то вот здесь было, это облако. Я не знаю, у меня же глаза. Я вот сбоку иду, как это будет. Потому что я поставила сидящий, ну, чтобы камера сидила за мной. Но отсюда я не вижу, следит она или нет, или надо это все-таки обновлять настройки через телефон. Или это не настолько сильное укладение. Потому я просто в облачке куда-нибудь в более свободный кусок монитора экрана. Экрана в собачью этот, это облачко. Загонать Лёльке на камеру и прочую технику до развития канала. Либо подпишись на Бусти или типа того. Или стань спонсором канала. Если ты не из России. Ух, шоколад такой более темный нападал, а это 4 семяночка с мяса упали. Пока я его тут убирала. Самое интересное, что черный кунжут и черный тмин они похожи. Только по-моему черный кунжут он более такой поменьше, более плоский и с легким таким серебристым оттенком на этом черном фоне. Ну и по вкусу осуществляется. У меня тут один человек, меня, короче, одна подружка меня подарила с Новым годом. Внезапно в денежном эквиваленте. А потом мне еще одни родственники подарили денег на Новый год. Я вчера страдала, страдала, думаю, блин, где тот лояльный зритель, который хочет хороших мунбангов, частых видео и так далее. И при этом вот тебе, Рюля, пара тысяч, закажи себе эту флешку нормальную. Нет такого зрителя, к сожалению, пока или сейчас. Эй, зритель, ты где? Так вот, короче говоря, если ты хочешь быть таким зрителем, можешь мне скинуть денежку на карту или еще куда-нибудь. Теперь просто заказать эту флешку. Я зашла вчера на зон и за 1655 заказала себе эту флешку. Потому что меня задолбала эта тема, что у меня уже три флешки за три месяца, за два месяца подохнет. Раза вот так. Правда, я потом глянула на то, что у меня осталось. Нам же этот, наш любимый товарищ, товарищ господин президент Путин почему-то мне еще подруга тоже, ну как, у нее тоже инвалидность, только третья группа. По той же причине, что у меня эпилепсия. Она мне говорит, говорится, Люда, у тебя какого пенсия? Я говорю, 12-го. И у нее типа 12-го. Я говорю, слушай, я что-то не докнула. Почему, говорит, нам пенсию в конце декабря выплатили, ту, которую в январе? Мы же теперь только в феврале ее получим. Я его не знаю. У меня тоже еще один человек, который уже просто пенсионер из Бирского окружения, тоже на эту тему поофигевал, говорит, у меня все практически деньги уже ушли. Так вот, я глянула, особо после того, как большую часть коммуналки оплатила уже. У меня такие счета как бы у меня есть, но почему-то в Бирбанке они еще не пропечатываются как счета. Видать, что у тех организаций еще калныклы новогодние. Ну так вот, глянула я на то, что я платила. Там у меня еще впереди пара дней варенья, на которые близких родственников, где надо будет определенную сумму отщипнуть от своих кровных. Что я тут на жрату? Первые три дня нового года умудрилась грохнуть. Ну а это на век флэху. Думаю, блин, ну ладно, дальше буду экономить, хрен ли. Буду снимать экономные видео, типа, как экономно пожрать, если у вас есть огородик, и летом вам за вклад в этот огородик физический выдали морковку, картошку. Сверхалка! у вас есть паска, бутылка масла растительного, типа слабора, купленная по скидке. И что с этим можно приготовить? Пожрали мясо? Хрен с ним! Хрен вам! Садитесь на диету безместную! флэху! я сначала поняла, что я очень хочу эту флэху, потому что одну флэху этой фирмы я уже заказала. Ну как, я использовала донаты, которые были от вас владельцователей, для камеры, которую я как бы тут пытаюсь купить. потому что тогда было по скидке и как раз эту флэху надо именно такую флэху. Там плюс-минус еще несколько флэх, которые хавают эта камера. А она по-хорошей цене такая была. Почти косарь за 64 гига. С нормальной скоростью. Sandys Extreme что-то там. я ее даже завидосила потом залью. Ну и короче говоря этот. Поняв, что она реально хорошая флэха, я сказала ой. Я поняла, что я хочу побольше флэху. Самое прикольное, что можно было бы купить сразу побольше флэху. Потому что она выгоднее бы выходила. Ну, 950 за 64 гига или 1655 за 128 гигов. Ну и короче говоря поняла, что как бы мне не настолько много донатов. Чтобы я могла и на камеру отсоединить и на флэху к этой камере. Да и вообще денег как-то не особо много. И купила ту мелкую флэху. На которую, кстати, писала этот собираю елочку в халатике после душика с нижним бельем, которое пришлось цензурить. А потом я уже потом подумала, что блин, ну еще мне модер чайника сказал, что есть же купальники, это же тоже практически нижнее белье, есть же видео в купальниках. Ну как бы как обычно. Сначала подумала о нежно хранимых зрителях, потом подумала, что эта цензура вообще привлечет этих троллей и нежно хранимых троллей тоже. А потом уже решила, что супер правильность меня пересилила. Ставила практически цензуру даже там, где уже просто лень было вырезать эти кусочки. Так вот на ту флешку писала. А тут сижу, думаю, так хочется есть денежка. Конечно, вроде как можно что-то другое из матья купить, потому что там что-то по мелочи надо. Думаю, ну очень сильно хочется и есть денежка. Закажу себе эту флешку. Мои желания как изменились за пару так тройку лет. Какой-то супер духи косметоз или что там или флеха. Так вот, купила Лёля флеху, ну в смысле заказала, она еще не пришла. Сегодня пожрал мясо. Вчера доел мясо, позавчера пожрал мясо. Завтра доем мясо. А потом буду, блин, экономить. я уже так сижу и думаю, что там мясо можно заменить. Если, допустим, сварить фасоль или там какой-нибудь нут, жидкость можно использовать вместо яиц, чтобы, допустим, приготовить какое-нибудь печенье. аквафаба аквафаба опять же, да. Ну, яйца-то я как-нибудь куплю, потому что, ну, надо жрать яйца. А вот вместо мяса буду жрать фасоль, видимо. Там же белок, У меня еще есть немного грибов. У меня есть лисички, грибы, вот я думаю, достать их, разморозить, пожарить, либо сделать запеканку какую-нибудь картофельную с лисичками. И вроде еще какие-то, о, мне же обещали соленых грибов, уже второй месяц как, и уже второй раз прошел тот момент, когда бы мне могли этих соленых грибов дать, и снова забыли. Напомнить, что ли? Чувствую там это, когда я в следующий раз напомню к своему дню рождения, к дню рождению другого близкого родственника, мне сказали, знаешь, мы про тебя забыли, и грибы уже сожжали соленые. Короче, у меня там вроде еще какие-то грибы были. Можно на них суп грибной сварить. Тоже белок ведь, Ой, сорек. Немного ли я заварки нафигачала? Я еще сегодня подруга пришла, мне тут шоколад подглубрили, ну, черного по большей части. К новому году. Не, ну, ну, что-то, я говорю, у меня тут есть черный шоколад. Она говорит, а это, что, я говорю, это тоже шоколад, а это, что за вкусный шоколад? Я говорю, помнишь, что мне как-то приносило, пару кусков осталось, говорит, что-то я его так сложила сюда, где оно у меня вообще? Куда-то я это поставила. А, вот оно. Вот оно. Вот тут самопальные конфеты, самопальные цукаты, самопальные шоколад, шоколад подарочный, еще какой-то шоколад, который подарит. И в итоге, я думаю, блин, а что она? Разорилась она, что купай? Надо угостить человек, говорю, хочешь, я говорю, тебе отсыплю шоколада разного, а то мне все равно столько не сожрать. Он, конечно, лежит, есть не просит, но человек любит шоколад, думаю, что бы нет. и она говорит, давай, тут у тебя столько шоколада. Я говорю, да, как-то вот случилось дофига шоколада. Вроде и хочется саму шоколад приготовить, так еще есть конфеты, которые я делала. Ну, в смысле, самопальные конфеты, которые я вваливала в шоколаде, который сама-самопалила. На армите, я его все-таки однажды смонтирую. Ну и вчера я так сижу, думаю, блин, у меня столько всякого сладкого, а я еще хочу, все копаю. А у меня же еще куча варенья, надо хоть какое-нибудь варенье достать, сделать из него хоть компот, что ли. Вон той там банке, не знаю, видно, не видно. Короче, у меня там банке компот на основе маленькой баночки варенья из черноплодки. Я бы черноплодка, пробитая с сахаром и сваренная. Такой типа неоджем. Ну как, она не сваренная, я ее довела до кипения, потом банку зафигачила. А еще меня очень поперла на маринованные огурцы. Картофельное пюре с укропом, солью и маринованными огурцами. Либо просто вареная картошка с укропом, солью, ну все это со сливочным маслом либо со сметаной и с этими мариновыми огурцами. Ну обалдеть. У меня еще закатовки всякие есть. Ну как бы шоколадку можно потереть в манную кашку. Я тут третий день собираюсь на завтра сделать манную кашку. И что-то у меня все никак не получается. Сегодня вот вместо завтрака было обед вместе с подружкой. Потому что пока я собиралась, она ко мне прискакала. Пока я собиралась поесть. Я даже сегодня хотела начать жрать снова эти хлореллу со спирулиной. Но пропустила момент и в итоге, я думаю, ее завтрашнего дня есть. Потому что у нас все-таки лучше есть перед едой перед завтраком. А когда я спохватилась, было уже почти даже больше, чем обед. Ух ты! Хвостик из ягодки. Тоже, у меня одна печененка осталась. Я, получается, здесь уже его помечила целую же чокку пайной. Так вот, на фоне того, что у меня много всякого варенья, можно бы сделать какое-нибудь песочное печенье. Лучше песочный тортик с этим вареньем, потому что удобнее. Быстрее его делать, чем то же самое печенье. Я на какой-то черт купила себе фиников. Не сушеных, а свежих. Ну, как бы их надо есть, то все, они полезные. У меня там где-то еще чуть больше стакана кураги лежит. Замочить ее надо и тоже пожрать. Тут тоже, кстати, ножка. Может, при том, он по 250 рублей на килограмм. Что-то ножки, иногда, по подальцу. У меня уже 3 зубчика чеснока в салат хотела хренахнуть. Потом 2 хренахнула. Думаю, блин, у меня же мало ли только-только вышло из обостренного гастрита. Дайду, этих 3 зубчиков, наверное, много. В итоге у меня один зубчик остался. Надо, я буду его куда-нибудь пустить. потом. Жизнь, я хочу чернослив чемпьюш. Можно взять черносливину, зафигачить туда какой-нибудь орех, застопить шоколада, обвалять, и будут конфеты. А можно не растапливать и просто так сожрать. А можно даже не засовывать, а просто измельчить или смешать с какими-то орехами, финиками. Скатать этот шарик и будет всем счастье. Я помню, задела всякие-то такие странные конфеты. Вмельчить обваливала еще в чем-то. Ох. У меня же такие копытца пусту-тук-тук. Ну, в смысле они. Наверное, все-таки за счет того, что я семена чая снова в еду кладу. И да, я уже где-то месяца полтора бразильские орехи не... У меня когда пошел этот конкретно гастрит. Ну, не то чтобы месяца, полтора месяца, наверное. Чуть меньше месяца, как-то так. Я поняла, что все-таки бразильские орехи, когда обострение гастрита, их, ну, нежелательно. Только если в молотом виде. Типа как. Урбечь. Ну, с медом у меня там урбечь есть, но как-то для меня тяжеловаты были. Я их решила сделать перерыв. И вот я сейчас уже месяц не лопаю эти бразильские орехи ни в каком виде. Но копыта, тем не менее, хорошие. Прям можно накрасить чем-нибудь. В смысле, лаком. Из АСМРить что-нибудь чисто с лапами в этом кадре. Не практически все. Вот, ну, этот только чуть покороче, чем остальные. Хорошие копыта. Чай с вилкой. Ну, что, зрители, я поел. Надеюсь, ты тоже поел. Если не поел, пересмотри ролик и уж точно тогда поешь. Посыпь ты за компанию. Ну, это. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok